Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии недели. Собственно, как и всегда, разбираем ситуацию сложившейся в плане новостей на финансовых площадках, разбираем основные инфоповоды и то, как они повлияли на наши с вами традиционные инвестиционные идеи. Большое спасибо тем, кто проявляет активность на нашем канале на YouTube, на форуме. Огромное спасибо за ваши лайки, за комментарии, за вопросы, которые доказывают то, что контент остается востребованным. Мне приятно, скажем, добавлять к нашему ежедневному обзору ответы своего рода на ваши вопросы. То есть эти ответы сопряжены, опять же, с оценкой и анализом прочих инструментов. Я призываю, друзья, может быть, кто-то упустил, например, такую возможность. Если есть необходимость, и вам бы это очень хотелось, чтобы в перечень тех активов и инструментов, которые я разбираю для вас, нужно было бы добавить еще что-нибудь, дайте мне об этом знать, опять же, на нашем канале на YouTube, либо на форуме. Ну, все-таки лично такой мой субъективный приоритет за каналом на YouTube, поэтому лучше, конечно же, написать там. Друзья, неделя у нас, как вы помните, обещает быть очень жаркой. Собственно, сегодня в ходе торговой сессии, а в вторник у нас, пожалуй, ожидается затищий такой перед Бурей, потому что уже с завтрашнего дня нас встречает канадский регулятор с ставкой статистика по американскому рынку труда EDP. В четверг эстафету подходит ИЦБ с процентными ставками и пресс-конференцией. И в пятницу мы с вами будем ждать рынок труда канадского происхождения. Ну и, безусловно, еще важнее для нас, для трейдеров рынка Форекс и не только статистика по Non-Farm Perls. Это отчет, который можно анализировать с разных сторон, скажем, с позиции того, как он влияет на сектор рынка труда, на динамику заработных плат, что происходит, в принципе, с американской экономикой. Ну, я думаю, что для нас, как долгосрочных трейдеров, этот отчет будет интересен немножко в другой плоскости. В разрезе того, сможет ли он приблизить, скажем, решение ФРС по росту процентных ставок, хотя, возможно, мы уже с вами не сомневаемся, что в марте это решение будет принято. Но сможет ли этот отчет повлиять на темпы ужесточения политики и, к примеру, позволить нам ориентироваться не на 3, а на 4 повышения процентной ставки. Я, надеюсь, что еще не теряю, поэтому рекомендую вам и дальше присматриваться к американской валюте. Самая, скажем, чистая сделка по этому инструменту может быть хорошо отыграна через покупки индекса доллара. Если хотите рискнуть, либо у вас есть понимание и четкое видение того, как доллар поведет себя против рисковых инструментов защитных, можно использовать либо главные валютные пары, либо окрасы. Вот на них я тоже делаю большой акцент, поэтому стараюсь, чтобы у вас были конкретные ориентиры, ну, по крайней мере, с моей стороны, до каких уровней и куда с большей вероятностью мы можем сходить. Собственно, вчерашний день явное доказательство того, что доллар продолжает пользоваться спросом. И против риска, может быть, это не так было очевидно, потому что, в целом, рисковые инструменты евро, фонд австралийцы, новозеландцы немного вчера прибавили, но это символичный прирост. Я даже не стал бы связывать его с каким-то фундаментом. Поэтому просто нужно отдать должное, что рынок ходит вверх и вниз. Никаких серьезных изменений сейчас не произошло. Все почему? Потому что рынок и трейдеры, которые присутствуют на нем, конечно же, знают, какие события крутые грядут и предпочитают все-таки получить, может быть, больше аргументов, больше подтверждений для того, чтобы занять конкретное направление. Но торопиться никто не стоит. И, возможно, даже такая выжидательная позиция будет сохранена вплоть до выхода и публикации вот этих значимых отчетов и статистики. По доллару я уже начал говорить, друзья, вы наверняка могли заметить то, что вчера американский фондовый рынок чувствовал себя довольно-таки неплохо. И мы с вами отмечали, что как только американский фондовый рынок вырастет, это будет сигналом того, что на рынке паника уже не такая очевидна. И трейдеры готовы отдавать предпочтения, в том числе и рисковым инструментам. Как только эта тенденция проявит себя, мы сможем увидеть рост доллара японской иены, потому что не будет причин у трейдеров уводить свои капиталы в защиту, в данном случае, японскую валюту. Действительно, доллар японской иены вчера подросла. Это хорошая и нужная динамика для тех, кто верит в доллар, независимо от того, против какого инструмента он торгуется. И, соответственно, доллар, его конкуренция с разными активами является одной из, может быть, и многими сделками, которые вы заказываете в ваш инвестиционный парфейн. Ну, давайте теперь по отдельным валютным парам и инструментам поговорим чуть подробнее. Начнем с нефтянки. Клосс прошлого дня 65-56, 65-61. Это актуальные котировки. Нефть все же удалось закрепиться выше 65-65. Мы тоже довольно оптимистично начинали прошлую неделю, однако, в конце концов, все-таки закрыли ее снижение. Да и в целом текущий старт новой недели был сопряжен и связан с фундаментом, очень схожим с тем фундаментом, с которым мы работали в прошлый понедельник. Если раньше мы обсуждали проблемы с перебоями поставок из Ливии, точнее, проблематику, связанную с закрытием одного из основных месторождений на юге, то сейчас эта уже тема не так актуальна. Но вчера появились сообщения о якобы аналогичных проблемах с поставками с одного из самых крупнейших, а может быть даже с самого крупнейшего, надо, кстати, проверить, учли на Википедии информацию, Шарана. Да, в моменте это фактор, который традиционно поддерживает котировки нефти, потому что все начинают переживать за то, что, собственно, Ливия, будучи, конечно же, не суперведущим игроком на рынке черного золота, но все-таки одним из значимых, если снижаются объемы поставок, это риски потенциальной нехватки предложений и так далее. Это для долгосрочных трейдеров шум, скажем, новостной фон, на который они не обращают внимания, но для долгосрочных спекулянтов это возможность вхватиться какой-то позитив и, собственно, попробовать поспекулировать через длинные позиции по анефти. Может быть, кому-то из вас удалось также прокатиться на росте, но в то же время я хочу отметить, друзья, что наш с вами взгляд более позиционно не меняется, он направлен на то, что цены будут снижаться. И с чем эта позиция, этот взгляд связан, я уже из месяца в месяц, может быть, даже за более длительный период времени привожу вам аргументы, которые в последнее время позволяют нам делать больше акцент на Соединенные Штаты Америки и на рост объема добычи там. Эта идея по-прежнему актуальна, а вообще факторов поддержки сейчас для нефти все меньше и меньше. С каждой недели мы убеждаемся в том, что больше трейдеров все-таки занимают сторону продавцов, медведей и, соответственно, потихоньку переводят свои капиталы в другое направление рынка, уже не веря в то, что котировки смогут достигнуть прежних локальных максимумов. Я считаю тоже, что тестирование поддержки 60 долларов за пароль – это вопрос самого ближайшего времени. И помимо данных, которые мы ожидаем от администрации энергетической информации в эту среду, то, что производство нефти снова будет увеличено, я в этом не сомневаюсь, то, что и запасы, скорее всего, также вырастут, поскольку мы по-прежнему работаем с периодом и сезоном обслуживания крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. В пятницу мы ждем снова статистику Беккерфюз по количеству буровых. У нас юбилейная планка была зафиксирована в прошлую пятницу в 800 единиц. Это тоже настраивает нас на прирост и общего объема добычи. Я хочу, чтобы вы обратили внимание еще на вчерашний доклад-прогноз Международного энергетического агентства. Большое спасибо данному институту энергетическому, потому что уже несколько недель подряд мы черпаем вдохновение и укрепляем наши надежды на короткие позиции именно в данных и сообщениях со стороны этого агентства. Начиная от комментариев Патиха Бироли, который возглавляет это ведомство о том, что Штаты тендуют на то, чтобы стать производителем номер один. Собственно, вчерашний прогноз, он и вовсе указывает на то, что Международное энергетическое агентство, скажем, поднимает обе руки за это. То, что Штаты, увеличивая темпы нефтедобычи, действительно будут претендовать на такой высокий статус, как ключевой нефтепроизводитель в мире. Вот по прогнозам Международного энергетического агентства к 2023 году производство нефти в США вырастет еще на 2,7 миллиона. Это очень много. Это настолько много, что даже при реализации, я думаю, что не совсем оптимистичнее сейчас сценарий для «Медведя», потому что цифры, возможно, по объему добычи будут еще выше. Но даже за счетом прироста в 2,7 миллиона, Штаты выйдут на планку в 12,1 миллион баррелей по производству, обгонят Россию, займут первое место. А самое главное, единолично, то есть за счет только лишь национальных производителей, без сотрудничества с другими регионами, будут покрывать практически 100% нового спроса со стороны мировой экономики. В общем, карта геополитическая на рынке углеводородов, на рынке черного золота меняется. И меняется в данный момент. Мы фактически свидетели историю, как будут изменены основные акценты. И Штаты займут эту первую строчку по объему добычи. Штаты будут и дальше перенасечать рынок черного золота. Параллельно, конечно же, будет расти объем добычи в регионах в Неопе и в самом ближневосточном картеле. В общем, я считаю, что к 2023 году, да, это очень не спор, но все-таки для общего развития, общей осведомленности информация важная, рынок окажется просто в небылатом состоянии перепроизводства. И сейчас уже есть для этого все признаки. Поэтому, друзья, если мне удалось быть достаточно убедительным в том, что нет причин для особого роста цен на нефть, тогда вам нужно искать уровни для занятия коротких позиций. Я очень часто в формате, в текстовом формате еще мы выкладываем торговые идеи. Каждый день там конкретные парковые рекомендации. Пользуйтесь им, если нефтянка вам интересна. Рубль 56.41, ничего не меняется, поэтому двигаемся дальше. Доллар японская, иена, кстати, вчера я сделал сравнение, я думаю, что оно весьма уместно, то, что сейчас американская валюта находится против иены, да и в целом, можно сказать, просто доллар находится между молотом и наковаркой. С одной стороны, то, что у нас является позитивом для американца, это сильная статистика. В ней сомневаться не нужно. Не буду опять повторять те отчеты, с которыми мы работали неделю назад, но у нас и вчера день был довольно интересный. Это статистика по активности в сфере услуг маркет и статистика по активности в сфере услуг АСМ. Везде прогресс, довольно очевидный рост, многомесячный максимум и явное подтверждение, свидетельство того, что американская экономика продолжает свести и парк, поскольку речь идет о сфере услуг. Для развитого рынка сферу услуг это основной, такой доминирующий фактор роста экономического восстановления, ну, в целом, роста ВВП. Поэтому такая статистика, она, безусловно, позволяет нам говорить о том, что американская экономика расширяется. Это первый позитивный момент. Второй момент – это протоколы, которые дали нам четкое подтверждение того, на какой вектор и на какую политику мы должны по американской экономике ориентироваться дальше. Ну и, конечно же, выступление Джерома Пауэлла, которое произошло даже наше сверхоптимистичное ожидание по доллару, потому что Джером Пауэлл как раз и посеял, сделал почву более плодородной для идеи спекуляции даже четырех повышений процентной ставки. И большое ему спасибо за это. Его аргументы были довольно авторитетные. Вы помните, что он позволил себе даже проводить и процентные параллели, сравнивая и оценивая вероятности повышения ставок. Вот три – это повышение процентных показателей 57 процентов. Соответственно, думаю, что после таких отчетов, которые мы получили в последние дни, после уже его выступления, вероятность существенно изменилась. Ну вот, помимо позитива, был еще и негатив, связанный с решением администрации Крампа ввести импортные пошлины на алюминий и сталь. Мы это уже обсуждали, не будем сейчас тратить на это время. Первые шаги профессионизма и риски развязывания торгового спонта. Да, эти риски есть. И как раз именно они стали причиной, из-за которых трейдеры стали активно покупать японскую валюту. Вот почему завершение прошлой недели оказалось крайне неудачным для, собственно, американцев против иены. Но сейчас, друзья, мы видим то, что настроения снова изменились. Может быть, рынок сейчас с таким мощным метаболизмом, что такие новостные факторы и, может быть, неожиданности для всех трейдеров быстро перевариваются. Рынок свыкается с ними и находит оправдание и двигается дальше. Это хорошо. Поэтому, если на текущей торговой сессии и до опять же Non-Farm Pels мы все-таки будем наблюдать сохранение, пусть нейтрального, но такого интереса к американцу, можно будет смело говорить о том, что участники рынка снова переключили свое внимание на статистику, а статистику уже сделают то, что ей требуется и то, что ее ждут. Потому что вряд ли Non-Farm Pels нас разочарует. Соответственно, при выходе сильных данных по количеству новых рабочих мест и по динамике роста зарплат, соответственно, доллар сможет побороть негативное влияние рисков протекционизма. Поэтому на этой неделе я позволю себе сделать ставку на рост доллара не только против рисковых инструментов, но и против даже японской валюты. Фондовый рынок США вчера отыгрывал сильную статистику по сфере услуг. Ему удалось неплохо сделать. Сейчас S&P у нас снова поднялся выше 2700 пунктов. Я предлагаю последить за развитием событий дальше, но призываю вас, друзья, не нужно пока что полностью переносироваться покупателям в рамках американского фондового рынка и делать ставку на длинные позиции, потому что как ни крути, но те риски, с которыми мы с вами работали раньше, они сохраняются в актуальности и сейчас. Это два главных риска, они связаны с негативным влиянием роста банковских процентных ставок США, то есть ФРС будет повышать ставки и, скорее всего, американский фондовый рынок от этого действительно пострадает. Ну и мы еще не знаем, как корпоративный сектор адаптируется к росту дефицита бюджета и вообще как этому адаптируется американская экономика. Возможно, сейчас не стоит забегать вперед, оценивать риски, но думаю, что на фоне волатильности американского фондового рынка это сейчас явно не самый лучший инструмент для спекуляции, если уж совсем говорить, как нужно действовать, чтобы избегать сейчас трейдинга, а если хочется спекулировать, то только с точки зрения коротких позиций. Австралийцы против доллара. Сегодня, как вы знаете, Резервный банк Австралии пересматривает процентные ставки, полтора процента на прежнем уровне. Особо реакция не последовала, можно сказать, она довольно вяленькая, но мы обычно с такой реакцией в моменте и работаем. Потом рынок, скажем, раскачивает вот этот фундамент и приходит к выводу о том, что австралийцы все-таки остаются в числе активов в ауссамерах. И риторика, мы на вебинаре, кстати, вчера пытались спрогнозировать, на какие тезисы мы можем ориентироваться, и попали прямо в точку, в яблочко, потому что трудно было не попасть, поскольку риторика Резервного банка Австралии не меняется. И в очередной раз Резервный банк Австралии подтвердил то, что высокий обменный курс сдерживает экономический рост и инфляцию, то, что инфляция будет оставаться низкая в течение более 10 миллионов периода времени. Главная причина низких показателей национального ICPI – это низкий недостаточный прирост заработных плат, а недостаточный прирост заработных плат отражается еще и в слабой потребительской активности. В общем, проблемы мы знаем, которые характерны для Австралии, и знаем, почему, исходя из них, Резервный банк Австралии должен и дальше придерживаться мягкой экономической политики. И, собственно, Резервный банк Австралии наше ожидание оправдал, потому что четко, скажем, черным по белому было отмечено, что экономические стимулы будут сохранены и дальше, потому что без них экономика сейчас не справится. Поэтому австралийцы мы как продавали, друзья, с вами, так и продаем. Евро против доллара. Вчера, кстати, мы обычно не обращаем большого внимания на статистику, но я считаю, что сейчас нам нужно сделать это. Вроде бы и отчет был не такой интересный, но я предлагаю этот отчет запомнить сейчас и заложить в основу того, что может произойти с экономикой еврозоны в будущем. Это данные по роничным продажам, которые, между прочим, по еврозоне снизились второй месяц подряд. Друзья, роничные продажи – это индикатор активности потребителей. Вы знаете, что этот, собственно, показатель также связан с показателем инфляции. А, соответственно, если мы не видим хорошей статистики сейчас, мы можем говорить о наступлении, скажем, вот того периода, когда накапливается вот эта негативная фундаментальная база для того, чтобы впоследствии мы увидели более слабые данные по экономическому основанию. То есть сейчас Европейский Центральный Банк, ну, может быть, не на этом заседании, возможно, на следующем, аргументируя позицию, почему экономика нуждается в дополнительных стимулах, будет ссылаться не только на низкую инфляцию, которая не дотягивает до цели, но и будет говорить про появившиеся на рынке риски замедления экономического восстановления. Возможно, это сейчас обращение тем, кто покупает евро, для вас такой риторики будет достаточно, чтобы вы все-таки начали искать уровни для продаж, либо вовсе уже занимали сделку короткого порядка, то есть продавали евро. Я это делаю, поскольку жду евро на отметке 1.20. Надеюсь, что эта неделя расставит акценты на многие моменты и позволит все-таки доллару оказаться выше, а евро просесть. По фунту особо у нас ничего не меняется, сфера услуг вчера активности в этом секторе экономики произошло ожидание, с 53 мы выросли до 54,5. Хорошая статистика, это один из вариантов, как мы отрабатывали ее, ставя на рост британца, то есть мы, в принципе, от любого исхода по факту выхода этих данных рассчитывали увидеть рост британской валюты, но сейчас вот идея подлежала хорошая статистика, ну и на самом деле не имеет значения, потому что у нас тоже было направление по фунту вверх. Мы с вами ждем британца выше текущих значений, но видим то, что пара уже приближается к отметке 1.40, и при появлении, опять же, позитива по переговорческому процессу брейнсита, это восстановление будет еще более выраженным и интенсивным. Доллар канадец, здесь практически можно уже поздравлять вас, друзья, мы достигли гораздо раньше времени отметки 1.30, но, если быть совсем точным, мы еще пока не достигли, но там был просто в буквальном смысле один пункт, его не хватило. Я надеюсь, что сегодня у нас все-таки будет еще возможность отыграть импульс либо в виде снижения цен на нефть, либо в виде роста котировок американского донора, и мы сможем прорваться выше. Ну, поскольку картина заворачивается таким вот образом, для тех, кто хочет получить еще побольше прибыли, конечно же, логично поддержать позицию. Ну, я от канадца немного подустал, друзья, если честно, как только отметка 1.30 будет достигнута, пожалуй, я все-таки зафиксирую этот отрыт, ну, и буду довольствоваться тем профитом, который уже мы с вами сделали. Основная все-таки причина того, почему канадец так лихо просел, это не в рисках снижения нефти и не в потенциале росте доллара, а в том решении, которое было принято Трампом о вводе таможенных пошлин, импортных пошлин на стали и алюминий, среди основных поставщиков как раз канадская экономика. То ли еще будет, я думаю, что будут еще и крайне неприятные для Канады последствия пересмотра торгового соглашения НАФТ, возможно, и новые, скажем, тарифы, и административные такие торговые барьеры, которые будут приниматься со стороны уже американской экономики. Рисков очень много, поэтому для, скажем, новых агрессонтов, все-таки знаю, что многие из вас будут держать себе позицию дальше, можно поставить на чуть ли не уровень 1.35, я думаю, что вполне реальная цель. Из важных событий сегодня производственные заказы у нас 18.00 по московскому времени, по США, это еще один отчет, который может поддержать доллар, ну и уже отчеты, которые в переходе со вторника на среду от Американского института нефти и выступление Филиппалова, который отглавляет Резервный банк Австралии. Возможно, его риторика будет более влиятельной на курсы и динамику австралийца, но все равно эта динамика, скорее всего, с большей вероятностью будет направлена вниз. Поэтому наши позиции лишь подтверждены, агентиры доказаны фундаментом. Будем надеяться, что они реализуются в ближайшее время. Друзья, на этом все. Большое спасибо за внимание. Хорошей вам торговой сессии. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...